Здравствуйте! Обзор колбасного шприца. Я уже делал пару обзоров шприцев, но оказывается их много не бывает, купил третий. Отличается он от предыдущих тем, что имеет металлические насадки, цевки. Плохо это или хорошо по сравнению с пластиковыми посмотрим в процессе обзора. Емкость данной модели 3 килограмма. По конструкции отличается от предыдущего шприца. Элементы на котором держится штук двигающий поршень приварены непосредственно к корпусу, а у старого шприца справа, эти элементы прикручены к обручам, которые затянуты на корпусе. Мне кажется, что конструкция у старого справа, более надежная. Сварка может и отвалиться. Хотя справедливости надо сказать, что пару раз шприц подал на пол, когда я его брал за незакрепленную рукоятку, не отвалилось. Поршень представляет собой силиконовый диск, зажатый между двумя металлическими дисками, в случае чего замену можно сделать самостоятельно, вырезав из подходящего материала диск соответствующего диаметра. Хотя можно купить готовый на том же Али. У старого конструкция уплотнителя на поршне сложнее, в виде чехла. Изготовить такую штуку самостоятельно будет непросто. У нового шприца цевка надежно крепится-крепится гайкой. У старого крепление типа байонета. При работе пластиковые насадки, особенно с небольшим диаметром, имеют тенденцию разбалтываться в гнезде и их приходится периодически подкручивать. С этой позиции крепление на гайку надежнее, но заменить цевку при необходимости проще и быстрее у старого шприца. Элемент стационарного крепления по конструкции надежнее у старого шприца, так как верхняя губка является продолжением корпуса. У сабжа, верхняя губка винчена, и хотя есть контрагайка, все равно, при сильном усилии шприц люфтит. Диаметр старого шприца меньше, поэтому усилие, которое нужно прилагать на ручку, тоже меньше. А вот фарша в старом шприце остается в конце больше раза в два из-за конусного дна. Другие детали сабжа. Насадки 1, 5901, 9902, 2902, 8900. Рукоятка как у бабушкиной мясорубки, с деревянной ручкой. В собранном виде шприц выглядит так. Размер 12, 5 на 12, 5 на 39 сантиметров. Вес 4 кило. Ну что, сделаем колбаску. Заполняю шприц фаршем, посоленым посолочной смесью из расчета 20-го года смеси на 1 килограмм. Посолочная смесь, кто не знает, это обычная соль, в которую добавлено 0,7% нитрита натрия. Добавляются и пряности, но здесь я ничего рекомендовать не буду, ибо все очень индивидуально. Причем некоторые ароматные травки, при нагреве очень сильно меняются в худшую сторону. Для изготовления колбасы, в первую очередь, нужна оболочка. Предпочитаю искусственную коллагеновую. Она более прочная, плотность набивания очень хорошо ощущается. И колбаса получается ровненькая. На насадку можно надеть сразу хоть 12 метров. Чтобы продавить фарш в данной модели, нужно приложить заметное усилие, но не чрезмерное. Ему бы редуктор, но цена уже бы была другая. Минут через 15 производственного процесса. После полного опустошения шприца, в мертвых пространствах остается еще грамм 80 фарша. Делаю из них котлетки. У свиной черевы плотность набивки из-за эластичности, определяется нечетко. Бывает, что может и лопнуть. Поэтому, чтобы не испытывать судьбу, ее не набивают плотно. После набивки колбаса выдерживается в духовке при температуре 80 градусов 1 час. Далее охлаждение под холодным душем. Это делается для того, чтобы быстрее миновать благоприятный для размножения микробов температурный диапазон. Всегда поражаюсь стойкости иммунитета любителей кушать теплую еду из термосов, которая через несколько часов хранения может кишить стафилококками или эширихиями. После этого колбасу можно заморозить, запечь, пожарить, закоптить. Горячее копчение 1 час. Результат. Не стоит есть изделие горячим. Это не шашлык. Потерпите часов 12, пока оно охладится, и приобретет тот вкус, который положено. Вот в принципе и все. Можно заканчивать обзор. Хотя справедливости ради скажу, что можно без колбасного шприца сделать вкусняшку покруче, чем колбаса. Правда шприц все же понадобится, в аптеке надо взять шприц с толстой иглой и эластичный бинт Бэтмельт номер 4. На рынке покупается кусок карбоната и обкалывается 20% ром соли. На 1 килограмм достаточно сотого года раствора. Выдерживается 12 часов. После этого в коптилку на 1 час. Вот что получается. Спасибо за внимание. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Спасибо за внимание.